Дарова всем, ребята! Кента пока на проводе, и только что перехватили пакеты новой коллекции. Это именно не брелки, а именно новая коллекция скинов. Я просто в это не верю. Обязательно, приводи секунду, если ты ждёшь обновления, поставь лайк, подпишись на мой канал, ну а мы начинаем. Ну а перед началом данного видеоролика, как обычно, очередная халява. Если ты хочешь получить 1000 голды совершенно бесплатно, то прямо сейчас ставь лайк и подписывайся на мой канал. Второе, смотрите видео без перемоток от начала до конца, это очень важно. И третье, пиши в комментариях свой айди. Также посмотрите на одну очень-очень важную информацию, ребятки. Вот мне скинул мой подписчик, потому что он пытался подключиться к одному из бета-тестеров, но у него написана несовместимая версия 0.14.0. Это означает только одно, то что уже версия 0.14.0 дошла до бета-тестеров. И буквально нам осталось пара дней. Может быть завтра, может быть послезавтра уже выйдет обновление. А если не будет никаких-либо багов, то возможно уже даже сегодня ночью. И я просто в это не верю, потому что если это обновление 0.14.0, если уже у обычных тестеров, это означает то, что обновление будет в очень-очень ближайшее время. Ну что же, а прямо сейчас мы, ребятки, переходим к самому интересному. Это именно слив скинов. То есть это не брелки, это именно скины. И посмотрите, первый скин, который мы видим, это, вот еще даже пальцем тыкну, это Фомас Аутумен. Какое-то странное название, но, ребятки, скорее всего это будет какая-то Анкамонка. Название коллекции будет Рэви Валл. Это мы уже все с вами прекрасно знаем. Дальше смотрим. Следующий скин, это FNF Феникс. Просто представьте, будет скин под названием Феникс. Я просто в это не верю. Если я не ошибаюсь, то Феникс это название персонажа, который был в трейлере и который играл за команду спецназа. То есть, скорее всего, вся эта коллекция будет с отсылкой к Фениксу. Блин, ребят, очень-очень круто. Так, ну что же, смотрим дальше. М4 Рэви Валл. Представьте себе, новый скин, абсолютно новый скин. Теперь М110. Раньше М110 никто не играл, потому что М110 это считался, ну реально, самый отстойный скин. А теперь посмотрите, М110 Транзишн. Вот, вот тогда. Да, конечно, я всякое ожидал, но точно не такое. Блин, ребята, слив именно скинов. Далее у нас идет P350 Аутумен. Тоже очень крутой скин. На P350, скорее всего, тоже будет какая-либо Аркана. Теперь UMP45 Геометрик. Я уже слышу это название. И, честно говоря, я кайфую, потому что оно реально сасное. Оно реально классное. Я, ребята, очень сильно надеюсь, верю и жду, что именно все-таки будет. Ребята, я просто в шоке. И только что на минуту отключили рынок специально, чтобы добавить скины. Скорее всего, вы это даже не заметили. Но я специально сидел на рынке и я ждал этот момент. Да, да, да. Мы дождались. Да, да, да. Скины добавляются прямо сейчас на рынок. И потом, когда выйдет обнова, эти скины просто сделают открытыми. Поэтому это все правда и это 100% будут новые скины. Также в коллекции Revival добавят новый скин под названием USP Геометрик. Блин, ребят, опять же, добавят новый USP. Это очень круто. Я буду с ним играть. Также, ребята, еще два скина. Вот я их даже подчеркнул. Смотрите, первый скин это Геометрик на КР-12. А второй Фабум Флайт. То есть тоже очень классно, потому что на Фабумы раньше не было нормальных скинов. И, скорее всего, они наконец-то появятся. Ёлки-палки. И еще, ребятки, одна очень важная информация касаемо брелков. Я думаю, вы уже все знаете, какие будут коллекции брелков, что и как. Потому что много ютуберов уже все про это рассказало. Поэтому я не буду повторяться. Я вам скажу только одно. То, что брелки будут добавляться не на все оружие. Потому что, смотрите. Например, на пистолет тоже поставить брелок. Да некуда его ставить. Пистолет сам по себе довольно-таки маленький. А, например, если взять какой-то АКР или какую-то МКУ, то на него можно спокойно повесить брелок. И он не будет мешать. Поэтому, ребята, скорее всего, брелки можно будет надевать только на оружие. По типу МКУ, АКР, АКР-12 и так далее. Но не на пистолеты. Ну а теперь вопрос касаемо тестеров. Потому что всем интересно, что же там тестируют тестеры. Ребят, короче, я думаю, вы в курсе то, что будет новый соревновательный режим. Его обновят и будет соревновательный режим даже для кланов. То есть ты сможешь, грубо говоря, набивать статистику своего клана. Так вот, прямо сейчас, прямо в этот момент, тестируют соревновательный режим для кланов. Я знаю очень много информации про все это. Если вам интересно, то хэштег Кент расскажи про кланы. Ну или что-то такое. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Также, ребятки, не стоит забывать то, что Хэллоин очень-очень скоро. Поэтому обновление будет одновременно вместе с Хэллоином. И я вам хочу показать одно нереальное видео, которое мне скинули на почту. Давайте его посмотрим вместе со мной. Ну что же, ребята, давайте смотреть, что мне скинули. Как я вижу, очень круто. Я уже вижу какие-то ежедневные задания. Да, типа, если ты подняешь какие-то задания, то тебе дают определенную аватарку. Аватарка подрывника. Аватарка взрыва не будет. Блин, ребят, посмотрите, насколько же все это круто. Просто представьте, если все это добавят в игру. Также в главном меню у нас есть новая музыкальная коллекция. То есть можно будет на фоне, вы можете играть, поставить какую-то музыкальную пластинку. И у вас будет бесплатно играть музыка. Ребят, очень-таки круто. И мне очень это очень прям сильно нравится. Ну что же. А прямо сейчас мы вообще видим новую карту. Охренеть, невестать. Вот тогда. Это какая-то обновленная карта Арена. В Хэллоинском стиле. Потому что, ребят, Хэллоин скоро, сами понимаете. Намек ясен, да? Давайте посмотрим. Так, 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 так. Блин, ребят, ну я прям не ерусь своим глазам. Потому что я все это вижу. Как по мне, должно выйти просто пушечка. Вау, посмотрите. Да ты что, был бы я девушкой. А это видео мужчина. Это у нас была бы коллаборация. Ребят, я просто в шоке. Тыквы. Тыквы, паутина. Как вообще вот это все реально реализовать? Блин. Автор просто красавчик. Потому что посмотрите на все. Это просто машина, ребят. Просто машина. Сколько тыкв. Сколько света. Сколько паутины. У меня реально нету слова. Я считаю, это очень-таки круто. И я лично буду ждать капец, как сильно это обновление. Блин, ребят. Просто представьте. Просто представьте. Обалдеть. Реально, у меня нету слова. Я скажу только одно. То, что я был бы не против поиграть на такой хэллоуинской карте. Знаете, прям появляется такое хэллоуинское настроение какое-то. Вы знаете, хоть хэллоуин у нас в России не празднуют. Да? Но зато в Америке это очень большой праздник. Там все отмечают. Прям чуть ли не как Новый год у нас. Да? Но все равно большое спасибо Стэндоуфу, что он не проходит в стороне. И я вижу на всю эту замечательную графику. Я смотрю на это замечательное видео. И я хочу сказать только одно. То, что я просто хочу это все увидеть. И хочу все это поиграть. Ссылочка на канал автора есть в описании. Ну что же, дорогие друзья. Большое всем спасибо за то, что вы смотрели данное видео. Обязательно поставьте лайк, если вы ждете обновления. И самое главное. Подпишитесь на мой канал. Проверьте, чтобы у вас красная кнопочка была серой. И тогда у вас в жизни все будет хорошо. И обновление выйдет максимально-максимально скоро. Ну что же. За всю информацию следите у меня на канале. С вами был ваш Кент. И пока. Всем удачки. Всем пока. Пока.